Мы совершили небольшой аналитический экскурс в прошлое, чтобы воспроизвести предпосылки, подготовившие взрыв общественно-политической активности Национально-освободительного движения Чечении в конце лета 1991 года. А прелюдии к нему было зарождение в Чечении на втором этапе Горбачевской перестройки общественно-политических движений. Первое из них – научное общество Кавказа, появилось в 1987 году. Это от него отпочковались союз содействия перестройки, Народный фронт и другие неформальные организации с различной степенью политизации. Их роль при всех издержках, заложенных отчасти и в самих формах этих организаций, по существу являющихся лишь производным демократией и социалистического плюрализма, которую они так и не сумели преодолеть в Чечении, весьма существенно, как начальная стадия самоорганизации народа. На многочисленных митингах НФЧИ у народа прорезался голос, он обретал динамику свободного мышления и действия, пробовал, как говорится, на зуб науку демократии, вплотную подступая к политическому бастиону советской власти, гнилые подпорки, которые начали терять плеск, оголяя свою идеологическую бутафорию. Конечно, плюсы и минусы начального этапа борьбы за демократические преобразования в Чечении и Ингушетии будут изучаться, определяться при более детальном и специальном исследовании проблемы. Здесь мы можем только обозначить основные моменты, по нашему мнению, способствовавшие формированию части интеллигенции именно той точки зрения на происходящие события тех дней и перспективу общественно-политической организации республики. Именно к созданию новой, а не к преобразованию неформальной, действующей. В первую очередь, это было связано с тем, что неформальное движение уже сыграло свою роль и должно было качественно измениться. Нужны были стратегии и тактика, направленные на коренное изменение политической и экономической основы существующего общественного строя. А это возможно было сделать только в жестокой борьбе, ибо касалось сути власти, значит затрагивало интересы Советско-Российской империи. Для успеха в борьбе необходимо было из множества проблем, виданных на общественно-политическую арену, выделить приоритетные, базовые и всю энергию пробуждающегося народа направить на их решения. А базовой проблемой для чеченского народа была проблема национальной независимости. И ставить ее нужно было без всяких условностей во всей ее явной актуальности, вопреки даже тому, что большая часть населения республики еще не готова к позитивному ее воспринятию. Суть же неформального движения, выражающегося в борьбе за демократизацию общественной жизни в рамках существующей государственности, не позволяло осуществлять это, что являлось основной объективной причиной банкротства к тому времени неформального движения вообще. Это были и субъективные причины, в том числе и специфические для чечено-ингушевского общества. Во многом вредила деятельность неформального движения и амбициозность лидеров, которые не только большую часть своих сил и энергии тратили на личное самоутверждение, но и ориентировались в своей организации в значительной степени на создание имиджа вождя, приобщая их деятельность к популистским формам и методам. Начинался дележкур еще не убитого медведя. Каждый лидер занимался поисками луча славы на крохотной полоске неба в ее общественно-политической деятельности, вместо того, чтобы сообща прокладывать столбовой путь к реальному успеху дела, а значит и к славе. Это было время, когда одной лишь критикой недостатков в декларативной форме можно было стать героем дня, чем и занимались многие. Это превращало само неформальное движение в выпускание пара, как метко отмечали многие политологи, серьезно разворачивающиеся в Горбачевской перестройке. К тому же, уставы и программы многих движений были просто-напросто переписаны друг у друга. В частности, чечено-ингушские неформалы переписывали свои программы из российских, балтийских, закавказских неформальных движений, что не могло иметь силы, обвиняющие участников широкого фронта в общей борьбе. А без такой централизации не могло быть и речь о каком-либо серьезном успехе в деле национального освобождения. Но опыт неформального движения чечено-ингушетии имел самое непосредственное значение для первой политической организации республики Борт – Единство, созданной группой молодых людей, будущих лидеров чеченского государства, после тщетных попыток объединить все неформальные организации единый – Народный фронт. Под руководством несомненного тогда лидера Бисултанова. С последним даже была проведена консультативная встреча, на которой, казалось, наметили конкретную программу по объединению общественно-политических сил, необходимость которой признавали абсолютно все. Решено было начать выпуск даже общей газеты. Но, к великому сожалению, скорее всего, возможно и к счастью, болезненные обидцы лидера разрушили наши планы. А в конце июля 1989 года той же инициативной группой с привлечением еще десятка человек была организована политическая организация Борт – базовая для будущей войнаской демократической партии. Что необходимо именно политическая партия с четкой структурой и дисциплиной, мы поняли на втором заседании Борт, ибо организационная аморфность в политическом движении не позволяла создать политическое ядро для объединения народа к действиям в условиях явно надвигающихся жестоких баталий. Основной акцент деятельности Борт предполагалось делать на политическом просвещении народа, для чего была учреждена и одноименная газета. Изданием газеты занялись все вместе. Первые три номера были изданы в Риге на типографической базе Народного фронта Латвии при активном содействии латышского писателя и общественного деятеля Артура Снипса, с которым мы подружились во время учебы на ВЛК в Москве в 1987-1989 годах. Газета Борт не была первым неформальным печатным органом в ЧАССР, но была первой политической газетой в республике, целиком и полностью предназначенной на обеспечение пропагандистской деятельности альтернативы КПСС политической партии. Хотя занимались газетой буквально все Бортовцы, основная нагрузка легла на Арсамикова, Абумыслимова, Тимишева и Удугова. Финансирование первых номеров взяли на себя московские ребята во главе с Хожей и Нухаевым. Завод стиража в республике осуществлялся при самом активном содействии студентов московского вузов, а также коммерческой диаспоры, которые активно поддерживали нашу деятельность и частью стали членами Борта. Бортовское влияние на московскую чеченскую диаспору оформилось в скором времени созданием в Москве Чечено-Ингушского культурного центра Дэймахк, ставшего общественно-политическим штабом демократических сил Чечения в Москве. Самое активное содействие нашему делу оказывали тогда Акаев, Абкаров, Исрапилов, Адлан Абу-Муслимов, Абаев, Мужидов Исаламу и Магомед, Апаев, Симбиев, Бешту, Абу-Хасан, Яндарбиев, Салтаматов, Шатаев и другие, не жалевшие ни времени, ни средств на поддержки. Учреждалось общество в Дэймахк на съезде диаспоры, прошедшем в зале заседания МГУ. Председательствовать на съезде было поручено мне, как руководителю Борта. Мы осознавали всю важность наличия для своей деятельности московской крыши, ибо судьба чечений решалась не только в Грозном. Основной деятельностью Дэймахк была заявлена культурно-просветительская программа. О чисто политической стороне деятельности создаваемого центра мы были намеренно сдержаны, чтобы не создавать дополнительных неудобств себе и московским товарищам. Сохранился полный текст моего выступления при открытии съезда. Привожу его еще и для того, чтобы продемонстрировать оппонентам ВДП неоспоримый факт изначального понимания нами политического и социально-экономического значения для чеченского народа как своей национальной государственности, так и взаимосвязанного мирой непереходящей ценности человека, главного субъекта всех мировых процессов. А сказано было следующее. Дорогие друзья, мир движется, мир обновляется. Человек все яснее ощущает, что техническое и вооруженное могущество ведет его душу к сиротству в огромном пространстве, служащей во времени и расстоянии мира. И душа выводит человека в путь, уводящийся дальше и дальше от родного дома. И покидает он добровольно родину не для того, чтобы затеряться в пестрое пучение безбрежного океана жизни, а причиститься мятежной душой и мыслью к великому понятию «мир». Познать его суть, приобщиться к культуре его созидающих народов и обогатить себя. Значит, и свой народ, частицей которого он есть и будет. Именно потому, что человек обладает универсальной возможностью и потребностью приобщаться ко всему благородному, созданному мировым прогрессом, мир движется вперед. Только в центрах синтеза передовых культур разных народов возможно творческое взаимодействие представителей национальной интеллигенции, какое мы наблюдаем здесь, в Москве. Именно сюда устремляются взоры и надежды более активной нашей молодежи, грязящей великими открытиями в науке и искусстве. Как и во всякой большой столице, наряду с возвышенными делами, увы, есть и преступления и низменные поступки, которым толкаетесь объективные и объективные обстоятельства, среди которых причины государственной неустроенности играют не последнюю роль. А жертвами этих иных обстоятельств становятся чаще неокрепшие души стремляющиеся сюда юнцов. Кому можно было бы привести множество примеров, но в них нет необходимости. Есть необходимость в другом. Отныне все наши усилия и возможности направлять на то, чтобы представители нашего народа, по воле судьбы оторванные от родных пределов, приобщались здесь только к передовому и благородному во всем его многообразии, но никогда к тому, что недостойно самого понятия чеченец или ингуш. Пусть у наших братьев, сестер и детей, которых прибивает к московскому берегу судьбы, и здесь будет очаг, в котором каждый из них сможет найти родное слово и родные стены и родных людей. Способных обогреть и плоть, и душу. Где каждый из них, верный великим заветам предков, может стать хозяином и достойно принять гостя, такого же, как и он сам, старанника мира искателя великих дел и идеалов. Да будет очаг, создаваемый нами сегодня, именно тем местом, в котором обретет душа каждого войнаха родные приметы. А гость – гостеприимство войнахской души. Да будет так. Если говорить на чистоту, настоящее выступление имело двойную цель. Действительно, объяснить притягательность Москвы для войнахов в ее диалектической сущности и отвести всефиксирующее око КГБ от политической подоплеки съезда. То, что КГБ сидит у нас на хвосте, мы знали. Они комитетчики и сами этого не скрывали. Более того, один из них даже присутствовал официально. Правда, в составе представителей МУРа. То есть, в качестве их сотрудника. Тому и причина была. Это был период активизации репрессивных действий правоохранительных органов Москвы против чеченцев под предлогом борьбы с чеченской мафией. Началось официальное противостояние России и Чечении и, кроме как Барт, некому оказалось защищать интересы последней. И мы чувствовали свою ответственность за судьбу каждого чеченца в Москве. Также мы знали и то, что московская и подобные ей другие чеченские диаспоры более подготовлены к восприятию идеи национальной независимости. А их активные связи по всей империи окажут неоценимые услуги в политической деятельности. Подтверждалось это не однажды. Но не все представители нашей диаспоры оказались на уровне наших чаяний. Были и те, кто не досидел до конца съезда. А в последующем, когда политические интересы чеченского народа начали открыто сталкиваться с имперскими, а Бартовцы организовывали через деймах открыто политические мероприятия, дифференциация произошла более радикальная. И все же отступников было неизмеримо меньше, чем подвижников. Число последних росло за счет и других городов России. Программным целям Барт ВДП приобщались везде, где появлялась информация об их деятельности. В чеченцах просыпался дух свободы и предков. Остается добавить, что после восстановления независимости чеченского народа этот же деймах стал оплотом античеченской политики Москвы, избежавших туда российских прихвостней. Потом к этому добавится и ОПД, деймах, организованный в Грозном, Хаджиевым и Умхаевым различных мастей. А развал СССР уже маячил на горизонте. Чувствовалось, что должны произойти неординарные события, могущие сыграть существенную роль в судьбе каждого народа империи. И народ, у которого в нужный момент не окажется крепкого политического авангарда, к началу переломных процессов мог растеряться, не зная куда повернуть, а в итоге оказаться у разбитого корыта. А это была бы новая катастрофа для нашего народа. В связи с этим вспоминается случай в поезде Москва-Киев, происшедший с нами слушателями ВЛК, едущими на свадьбу в украинскую деревню по приглашению Володи Шавкашитного. Было нас пятеро. Украинец Володя, немец Александр, поляк Ежи, грузин Бижан и я, чеченец. В вагоне шутка за шуткой речь зашла о проблеме языка народа. Коснулись государственности языка. И вдруг выяснилось, что в конституции Грузии грузинский язык закреплен в качестве государственного языка. Такого нет ни у украинцев, ни у чеченцев, а только у грузин и еще, кажется, у армян. И стал вопрос, почему такая несправедливость оказалась возможной среди равноправного угнетенных советских народов? Но что Бижан со свойственным грузинским юмором отпарировал? А где вы были, когда принимали конституцию? Для меня это был большой политический урок. И по возвращению обратно в Москву я записал, что нельзя допустить, что этот вопрос мне задали второй раз. Потом, через два с лишним года, когда Джоухар станет председателем исполкома ОКЧН, я все чаще и чаще буду слышать нечто другое, но с идентичным смыслом. Главное, правильная постановка вопроса. А значит и своевременная. Всему свое время и ко всякому времени нужно готовиться. К развалу СССР нужно было готовиться. И тогда народ, у которого будет достаточно сильная политическая организация, способная правильно определить направления общесоюзных политических процессов и использовать их, мог обрести реальную независимость. Об этом, в буквальном смысле, мы с Саид Хасамом Абу-Муслимовым, помню, рассуждали еще весной 88-го года в той же Москве, в общежитии Литинститута по улице Добролюбова, 9-11, комната 724. Саид Хасам заканчивал к тому времени аспирантуру при МГУ, а я был слушателем ВЛК. По приезду в Чечению, через год с лишним после этого, мы взялись за организацию такой политической силы и, вовсе не с моей подачи, мне ребята предложили принять участие, а затем возглавить. Существующие неформальные организации встретили нас в штыки, а наше заявление о намерении создать политическую партию вызвало очень неоднозначную реакцию, а кое у кого даже скепсис. Но шаг был сделан. Уже на первый съезд горских народов Кавказа, который проходил в Сухуми 25-26 августа 1989 года, бартовцы поехали в качестве членов политической партии. В кулуарах съезда вопрос целесообразности создания политической партии народов Кавказа обсуждался с не меньшим интересом, чем основной. У многих общественных деятелей Кавказа обнаружился непреодолимый комплекс аполитичного подхода к решению чисто политических проблем региона или, мягко говоря, полуполитическое мышление и подходы. И это будет продолжаться непростительно долго, особенно в республиках Северного Кавказа, даже после жестоких кровопролитных акций вооруженных сил России против гражданского населения в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ингушетии. Но преимущество организационной политической силы оказалось незамедлительно. Радикальная, вместе с теми четко сформулированная и аргументированная позиция бартовцы находила горячую поддержку почти всех участников форума, в отличие от неконструктивных и почти провокационных действий ингушеской группы в составе Бекова, Котикова и других, действовавшей явно по сценарию некоторых грузинских политических организаций, усматривающих в съезде народов Северного Кавказа и Абхазии антигрузинский замысел. Хотя такого не было и быть не могло по той простой причине, что Грузия шла в авангарде антиимперской борьбы Кавказа. Было другое, резкое осуждение агрессивных действий как со стороны советского руководства Грузии, так и демократических политических организаций, некоторые из которых имели, к сожалению, непосредственное отношение к кровопролитию в июле того года. В данной оценке, конечно, не в достаточной мере делался акцент на провокационные действия спецслужб Советской империи, которые, несомненно, организовали упомянутые кровавые события. Но, справедливости ради, необходимо добавить, что абхазские товарищи, как обнаружилось потом, делали неоправданно резкие акценты на проблему грузин и абхазских отношений. А некоторые оказались и прямыми агентами Москвы, заброшенные в общекавказское движение для подрывной работы. В этом плане грузинские друзья были правы, когда проявили подозрительность относительно некоторых действий АГНК. Конечно, это понимание к нам пришло позже, к сожалению. Тогда нас больше возмущал факт нарушения принципа Кавказского братства, и это могло стать существенным препятствием на пути достижения независимости наших народов, и в том числе и Грузии. Опасения, к великому сожалению, подтвердились. До сегодняшнего дня Кавказ еще не имеет достаточно крепкого единства, хотя за Кавказские республики и Чечения уже фактически, а первые юридически являются независимыми государствами. Но именно конфликты, подобные грузино-абхазским, и являются основной помехой на пути к кавказской независимости. Уже который раз нам, кавказцам, приходится учиться на собственных ошибках, и как медленно приходит к нам прозрение. Но исторически судьба Кавказа предрешена, кавказские народы сегодня всерьез взялись за ее решение, и мир уже не тот, что был вчера. Несмотря на то, что на съезде участвовало от Чечения несколько общественно-политических организаций, 14 человек, право представлять чеченский народ в Координационном совете Ассамблеи Горских народов Кавказа получили баратовцы. Взялимхан Яндарбиев, зампредседателя КС АГНК, Саид Хасамбу Муслимов и Исаар Самиков, члены КС АГНК. Кроме того, в руководящие органы АГНК были избраны Бек Межидов, руководитель юридического комитета, Махрадзин Катоев, председатель совета старейшин, Муса Тимишев был избран заместителем редактора газеты АГНК, Алема Усманов вошел в специальную комиссию. Правомощность такого представительства АГНК от БАРТ в последующем будет оспариваться с Олиговской группой, но жизнь посредством развития событий на Кавказе, в частности в течение Абхазии, и нашим реальным вкладом в общекавказскую борьбу доказала, что выбор был не случайным. В Сухуме бартовцами впервые была выдвинута идея федеративной государственности народов Кавказа, давшая уже сегодня свои реальные плоды. Тогда же мы, бартовцы, выступили против ограничений участников АГНК горскими народами. Вопрос был поставлен на специальное обсуждение и голосование. В итоге было решено, что в перспективе термин «горские народы» необходимо будет заменить на термин «кавказские народы». Но на данный момент, опять же из-за кровавого столкновения между грузинами и абхазами, эту организацию целесообразнее называть именно Ассамблеей горских народов Кавказа, тем самым ограничив игру ее участников. Не удалось бартовцам на первом съезде и склонить участников к полному отмежеванию от атрибутики и стереотипов коммунистической имперской политики, хотя радикальная оценка так называемой «ленинской национальной политики» была дана каждым из представителей БАРТ. Существенно разнились наши взгляды со взглядами других делегаций в отношении мученически демократизирующейся России, которую мы рассматривали как основную силу, с которой придется столкнуться в борьбе за независимость. Это немного шокировало присутствующих, особенно лидеров Абхазии, рассчитывавших в своей борьбе с Грузией на реальную поддержку демократических сил России. По существу, участие в первом съезде горских народов Кавказа стало для БАРТ экзаменом на политическую зрелость. Выдержан он был достойно. Официальное создание Войнахской демократической партии было объявлено 18 февраля 1990 года на митингах в Шалию Русмартане, проходивших в преддверии траурного митинга Тезита по случаю 46-й годовщины выселения чеченцев и ангушей с родной земли. Заявление про возглашение организации БАРТ Войнахской демократической партии завершилось словами «Только в Войнахской демократической республике сможет наш народ достичь высоких целей, предопределенных ей историй и всестороннего удовлетворения нужд и отчаяния народа». И это главная цель Джемаата БАРТ Войнахской демократической партии. Была названа и дата учредительного съезда, который прошел 5 мая 1990 года в здании клуба РСУ-1 на Бараоновском мосту, предоставленного нам Хусейном Исаевым, хотя это было в те времена небезопасно. Должен заметить, что впоследствии он будет занимать совершенно потребительскую позицию в политических процессах чечений. Здесь, я думаю, будет уместно кратко остановиться на характеристики основного косяка ВДП, главным образом тех, кто в скором времени обозначился в лидерах нашей партии. Хотя и не все они выдержали бремя, большого имени в политике. К сегодняшнему дню история уже определила истинное отношение каждого из нас к проблеме независимости, в теоретическом и практическом плане выявила, кто и насколько был последователем в борьбе за независимость народа. Сказать об этом важно, ибо читающие такие заметки уже успели начитаться небылиц и искажений. Как о самих лидерах ВДП и КЧН, так и о событиях, связанных с их деятельностью. Более того, некоторые из лидеров, на сегодня по разным причинам уже бывшие, в основном в целях саморекламы, реабилитации себя в глазах общественности, за промахи и отступничество в критические моменты нашей борьбы ведут активную кампанию дезинформации о своей роли и роли тех или иных лиц, в свете деятельности которых их собственная доля оказывается слишком незначительной в том недалеком прошлом. Соблазн выдать себя за правдоборца с пеленок, непримиримого борца за независимость или еще какого-то в этом роде, оказался слишком непреодолимым искушением для многих из нас. Вернее будет сказать, что через этот соблазн выражалось болезненное самомнение недосостоявшихся людей и всех тех, кто не устоял на ногах в этой большой качке корабля истории. У некоторых не хватило характера. Это больше беда, чем вина. Что очень наглядно выразилось в судьбе Юсупа Сосламбекова, который так и не сумел подняться до понимания истинной сути того большого дела, в пучину которого его бросила фортуна. Мания величия, проявившаяся в его действиях с первых же дней пребывания в ВДП Барт, к сожалению, прогрессировала слишком быстро, а пришел он в нашу организацию почти случайно. Присланный из московского Деймахка для агентационной работы за кандидата в народный депутат РСФСР Акаева, избранного тогда председателем Деймахка, он показал себя очень способным оратором, чему вскоре удивлялись и Тимишев с Абу Муслимовым, приславший его и многие другие из чеченской диаспоры столицы. Да и предостережения были, к тому же, недвусмысленные. Но, как выразился Абу Муслимовым в ответ на мои описания на этот счет, тот был пригож для митинговых баталий с Биис Султановым. Здесь он бывал своей стихией, из этой стихии он и не вырос. В противоположности ему Саид Хасам Абу Муслимов с самого начала нашей совместной деятельности, в кавычках, убивал нас подчеркнутой самокритичностью, доходящей породы самоуничижения. Он не любит быть на виду, болезненно воспринимает любую несправедливость, боится показаться необъективным или неистинным. До мнительности чуток к оппоненту и восприимчив, всегда рассеян, но всегда и вооружен фактом истории. Поборник действий на правовой основе даже там, где никогда не было идей неправа. Он больше всех нас вооружен знаниями по международному и государственному праву, прекрасный полемист. Он не допустит в документе двусмысленности и, тем более, ущемлении сути независимости чеченского государства. И с ним очень трудно объясняться на тему причин социально-экономического характера нашей действительности, ибо он считает, что, если он откажется от своей зарплаты, у бедного прибавится в достатке. И в этом он неисправим. Иначе говоря, Абу Муслимов фанатичный сторонник независимости, но любит создавать себе и товарищам проблемы даже и ничего, об Аисе Арсамикове. К великой скорби приходится говорить в прошедшем времени. Если выразиться с его же словами, сказанными в ответ на подковыристый вопрос телезрителя, на каком повороте обогнал вас Эндорпиев, то он, Аисе Арсамиков, обгонял нас именно на самых опасных и трудоемких местах, и он действительно пожертвовал собой. И смертью своей предотвратил национальную трагедию, начало которой разыгралось ранним утром 4 июня 93-го года у здания бывшего городского собрания и бывшего УВД города. Он действительно не знал физического страха и был прекрасно богобоязнен. Его сущность выражалась в ритуале намаза, которую он совершал с таким самозабвением, что невольно приобщал к нему мало-мальски верующего человека, оказавшегося в тот момент рядом с ним. Ради дела нашей борьбы он готов был ехать на любой конец света в сию минуту, не задумываясь, на самых аскетичных условиях. Об Аисеи Арсамикове еще будут писать потомки, но знать его посчастливилось лишь нам, его друзьями соратника, и имели несчастье наши враги. Об остальных, пожалуй, лучше будет говорить в процессе повествования, по мере необходимости. И не потому, что они играли меньше важную роль в нашей борьбе, ибо в борьбе хорош каждый боец, а для соблюдения стиля изложения. Итак, учредительный съезд ВДП состоялся и на нем присутствовало 97 делегатов и около 50 гостей. Поработал съезд более 9 часов с одним часовым перерывом на обед. Были приняты устав и программа партии, а также резолюции и декларации. Это была первая в течение политическая партия, альтернативная КПСС, открыто поставившая своей целью создание независимого национального государства, что было началом конца советской власти и в Чечении, и на Кавказе, и в СССР. Учредительный съезд ВДП сразу же поднял престиж новой партии. Ее воздействие на политическую жизнь республики имело, прежде всего, значение психологическое. Был преодолен барьер политической неполноценности в национальном самосознании и приведен водораздел между неформальными и политическим уровнем общественно-политических организаций. Но удивительней всегда было то, что не коммунисты пошли первыми на конфронтацию с новой политической партией, а лидеры в кавычках неформалов. Если коммунисты отнеслись к соперникам с некоторой снисходительностью, так как чувствовали свою реальную силу, то неформальные лидеры проявили воинствующую ревность не только к нашим организационно-структурным решениям, но и к программным целям, называя их чуть ли не авантюрными и утопическими. Сдержанная реакция коммунистов объяснялась еще и тем, что они хотели проигнорировать появление новой политической организации и представить ВДП незначительным фактом политической жизни республики. Не обращать внимания на новоиспеченную партию было выгодно для чести и совести эпохи во всех отношениях. Поднимался рейтинг демократичности КПСС, заглаживалось внимание общественности к ее мрачному прошлому, создавалась иллюзия политического плюрализма, реальных дивидендов перестройки. Это можно было назвать тактикой выпускания пара или безболезненной адаптации КПСС к новым условиям, вернее опусканием на тормозах. Но нервы у авангарда у рулевого советского общества явно сдавали. Активизация деятельности ВДП провоцировала КПСС на непопулярные меры, мягко говоря. Вовсе не выдерживали нервы обкома, когда по городу мы расклеивали объявление о политическом митинге военской демократической партии, намечаемом на 1 июля 1990 года. Реакция была более чем неадекватной тактики игнорирования. На проходившем в те дни под КПССовском форуме сессии ВСЧАССР лидер ОК КПСС Завгаев с нераскрываемым возмущением заявил, что он не знает такой партии, при этом размахивая как преступным фактом и объявлением, как он выразился, тайно расклеенным ВДП. Он даже публично зачитал ее участникам сессии в полном объеме. Но и это было не все. Главная услуга была нам оказана тем, что все изложенное выше было показано по телевидению. А на второй день повторено и передано по радио, конечно, с целью запугать нас. Но то была палка о двух концах.